хочу чтобы вы со мной провели это время рыба выстрелы машины гоняет как бы мне тут не грохнули шмаляет тут бегают охотятся есть плечет хищники не могу смотреть и сюда и туда ну приветики шляп поправим все норм микрофон тут привет ребята здесь макс рыбалка без ромарио стараюсь не трясти мне стабилизатора в камере нет чё я нахожусь почти зимой уже тут декабрь на на пятки наступает волга кубинской пойме опять приехал на ерик тот который стал для меня открытием в этом сезоне решил здесь ну так сказать может быть закрыть сезон не знаю как получится короче порыбачить приехал сюда буду лазить по кучугуром ловить рыбек вам их показывать рассказывать вот хочу чтобы вы со мной провели это время почерпнули для себя что-то полезное или просто релаксировали просто кайфовали от природы и от времяпровождения поэтому наливайте чайку жмите подписку сразу если вы еще не с нами а с нами уже очень много людей нам доверяют тысячи человек а это не шутки даже больше вот прожимайте лайкосик колокольчик обязательно чтобы вы просто ну один раз нажмете все и будете всегда в курсе наши движухи а движуха у нас всегда незабываемая и офигенная поэтому я вот тут и к спуску подхожу скоро мне перелазить на ту сторону сейчас я покажу вам мы начинаем короче туда всегда в забродку вода леденючая ребят а я тут переходил до полу да 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 и тут переходил забыл вода леденючая уже остыла просто я не знаю до каких-то зимних значений еще за броднике стою и прям чувствую холод так что уже не мой месяц нифига народ здесь ходил повсюду активно очень активно ходил народ может тут уже рыбы нет ни хрена счет прям много следов очень много следов пахнет свежими какашками коровьями хочу пойду на первую точку оттуда бац и начинаем облавливать берега упал он кто-то плесканул это очень хорошо кажется что окунь похоже на окуня ребят поймал хоть рыбку на выбросе прям чик вот он это окунь да хороший какой милейший окунь просто подрос прошлого раза смотрите ребят какой огромный сейчас я тебя отпущу не очкой прям на выбросе взял смотрите друзья прелестный хороший окунь просто бомбический без всякого просто всосал нападение прямо под урезом где кусты поэтому я вам говорю всегда туда надо ловить значит надо ловить туда отпускаем классный окунь давай расти еще больше клювый окунь такой до лед это судак ё-моё да какой хороший судак ребята вы тоже обалдели как и я от этого дела да вы смотрите чё друзья мои вы видели такое когда-нибудь посмотрите какой классный судачишка бахнул приманочку прям так надо сфоткаться не вы посмотрите какой обалденный судачок бахнул на выходе из ямки друзья ну чё вечер перестает быть томным да все становится гораздо веселее первый окунь и первый судак зимний можно сказать уже волгохтубинской поймы это очень круто радует взял он на выходе из ямки на таком ну как бы на береговой бровке которая ближе к нам вот здесь вот уже с такой характерной поклевкой я его все сначала был даже фрикцион но потом я быстро его сюда подвел спустился и забрал классно судачок это очень радует особенно в этих местах в общем продолжаем ловлю идем дальше и смотрим какие здесь еще рыбы сидят короче опять охотники где-то поблизости лазит выстрелы машины гоняет вот как бы мне тут не грохнули . вот так вот лазить в такое в таких местах в такое время тут медом что ли намазано здесь блин остров они как переезжают этот ерик прям по воде там брод какой-то или есть какая-то такая дорожка и шмаляет тут бегают охотятся блин короче капец просто полный под обстрелом здесь я рыбачу артобстрел сейчас был вот ну ладно дальше двигаюсь вот такие места тут крутые закоряженные буду здесь сейчас пробовать по сторонам глазеть чтобы меня никто не грохнул я в красной куртке меня видно издалека теперь как бы тут я специально надеваю красную куртку сюда чтобы не видно было чтобы сделать на самом деле теперь стала доступна вот эта точка она была недоступна из за листьев очень много листьев здесь было и они плавали и мешали забрасывать теперь листьев нет и это очень хорошо забрасывать сюда точно в цель здесь тоже не мелко хорошо вот рыба даже сработает выброси прям жахтая не очень большая щучка вот она ребята щучка активная блин сидеть давай я тебя чуть мотаю и подниму активная офигеть щучка вот она какая ребята алиска короче стоял под берегом прямо под урезом только и забросил сразу жахнула сразу жадно и поймалась вот такая рыбка конечно отпускаем такую живет растет рыба ребят под береговой бровочкой сапнула рыбеха судак опять ё-моё ничё си ничё си номер посмотрите друзья судачок какой хороший оказывается тут судаки живут посмотрите какой клевый судачок прелестный прелестный жахнул я конечно его не пробил до конца овсетника на фрикционе такси проехался немножко но тем не менее зацепился хорошо потому что во все то поддев такой вот он цепляется нормально так что вот так друзья судачок зима почти отдай мне приманку пожалуйста друг мы дай клыкастый товарищ отдай приманку эти клыки колючие вот такой вот друзья судачало должен жить такой судачок его отпустим нам давай вам пошел хороший судачок ребят ну вы обалденная рыбалка я прошел всего метров сто поймал уже четыре рыбы окуня судака щуку и еще судака это принт блин прям просто огонь мне очень радует активная рыба сегодня при перед ледоставом перед зимой рыба активно пытается нажираться и даться опять же буду призывать вас друзья мои ну вот судак который сейчас был в кадре на такого надо отпустить пусть он подрастет хотя бы там до 40 там 45 сантиметров во первых есть правило рыболовство в правило по которым можно забирать рыбу во вторых чисто по-человечески ну блин пусть он растет клевый вот приезжаешь радуешься поклевка приезжаешь не зря а представляете вот ваше состояние когда вы приезжаете на водоем с надеждой с каким-то рвением не спите всю ночь ждете рыбалку приезжайте а там об да как на форумах пишут отцов петрович потому что такие прошли как я трое пятеро собрали этих судачков 300 граммовых и уехали по домам каждый его отвез он ничего не дал ему не в кулинарном смысле ни в каком не дома похвалиться ни фотографию с ним не сделаешь ни на стену бошку не повесишь ну ни о чем для водоема и для рыбалки это существенный урон серьезно невосполнимая может быть даже а с учетом того что вода вот например я здесь не был месяца полтора вода упала причем уровень ты не снижался в волге а здесь вода снижается постепенно продолжает все мелеть обмелять здесь все еще промерзнет будем надеяться что вот эти ямы которые здесь существуют там метр два два с половиной может они не замерзнут до конца и рыба здесь выживет короче друзья будьте благоразумны продолжаем рыбалку рыба опять это щучка что ли ага сейчас мы посмотрим есть они это щучка другая там их несколько стоит откачь зеленая то было точно не зеленая вот и было в этой части пробита в этой вот здесь это не та же щучка вот она позарилась иди расти жир нючий толстый наглой щукой и весной мы с тобой еще увидимся давай так вот то место их привлекает покрупнее там есть слушайте вода существенно упала вот вода была где-то здесь где я стою щас а теперь она вон где прям это все конечно очень выглядит пугающе есть на выбросе окунь наверно выбросишь жахнул он там за кустами стоит я же говорю вот он какой друзья мои огромный полосатый разбойник какой оранжевый какие у него плавнички да красивый все подождите отпущу не пачками варежки ты вот лучше отцепить добровольно смотрите какой ребят хороший опять прям под урезом прям только забросил даже не дал он упасть приманки вдоль кустов сбоку от кустов сразу жахнул тара тара тата ой ей забросил на берег есть болен саша а нет если на меня идет рыбеха такая приятная вот она рыбеха вот она рыбеха тихо рыбеха будь тихо вот он ребятки смотрите какая клевая просто огонь и опять дела здесь на бровке смотрите как за самый краешек засеклась да не надо так делать слышь ты чудо в перьях все испачкал мне блин смотрите какая рыбеха клевая хорошая так ребятушки ну сегодня прям клев такое бывает редко со мной во случае с вами может и чаще короче хочу сказать вам такую вещь смотрите чтобы поймать окуня нужно забрасывать в кусты прям в кусты вот со всех ничком чтобы поймать щуку нужно забрасывать между кустов а чтобы судака поймать нужно вот вдоль бровки водить вот этой береговой когда вот там же тот берег крутой там береговая канава она близко прям бы свал а сюда выход плавный такой вот на этом выходе вот здесь есть случаются поклевки судака сегодня а так там щука и окунь здорово же здорово жмите лайк тогда если здорово если не здорово тоже жмите я же стараюсь для вас снимаю тут все коряде что не очень не падает об рыба прикольно здесь сегодня окунь это ребятки окунь счет все окунь все меньше и меньше не 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 давай ты приманку отдашь я тебя отпущу потом как вы окунь засранится окунь засранится короче рыба активно сегодня друзья мои пасмурная погода с утра был дождь я вышел собака гулять дождь думаю блин как я поеду думаю да ладно там принципе дорога прямая подъемов особых нету спусков нету даже если дождь пройдет там какой-то такой не сильно если даже чуть грязь будет в принципе я нигде не должен застрять потихонечку проползу рискнул поехал и я думаю что уже не зря есть рыба да что ж ты так на поверхности то не идет щукенция щукенция такая длинная какая-то вот она щучка щукенция щучка на нижнюю губу все как надо хорошая злобная голодная но мы ее отпустим подрасти конечно надо чё же мы такую не будем брать же да да ребят что нам такая маленькая давай подрасти там хорошенько еще здесь потенциал до конца не ясен надо же каждый сантиметр он опять окунь посмотреть что творят канадцы окунь сегодня прям вообще в ударе мне кажется сейчас если воблера поставить можно окунь наловить прям сто пятьсот штук есть ни фигасе вот это номер я же говорю окунь в ударе сегодня в фаворе я не знаю как это назвать день окуня все все хищники активны клевый день давай-ка вот он жахнул аж из воды вылетел смешной продолжаем наше перемещение по водоему я чуть-чуть сместился здесь везде в корягах плечи токун ребята там запись идет у меня карась карась за рот японские лыжи овсетник карась хороший карась матерый здоровенный карасяка на овсетнике это же просто вот это это офигеть это офигеть друзья стой просто сегодня не значит происходит стой ребята это просто невероятно сегодня что творится что творят канадцы карась поймался на овсетник я конечно для меня это не новость карась на джиг это нормальное явление особенно осенью по холодной воде он отъедается все такое но нас открытым крючком с нормальным крючком фидерным чтобы на все вот видели какой-то там по моим 30 все блин 20 ну короче нормального размера все плечи хищники не могу смотрите сюда и туда короче блин на все этик такой огромный здоровьяка карась это же просто не я невероятно ребят огонь сегодня я попал прямо на раздачу блин пушка короче красяка идет зачет сегодня у меня сколько рыб уже разных все я пойду дальше сейчас камеру подключу powerbank пойду дальше еще мне тут есть участок нормального размера такой выброси сразу щук пока бра . таких поднимать не надо моей маленькой удочкой только еще пока бра прям на выброси вот он стоит около берега пожрет малька блин и все и нифига не пукает это приманку мне пожалуйста я тебе это еще крючок вот такая щучка он она опять черно плесканул под деревом прям дно врубилась таких маленьких мы не берем было чуть побольше в районе кило там грамм 600 700 можно было бы одну взять оксане любит а так нет сейчас один еще запрос вот сюда вот прямо вот сюда есть они тут все стоят побольше рыбы что ли интуиция мая один заброс сюда один заброс туда вот побольше рыба так как же мне тебя взять достать из воды из воды достать и из воды достать за самый краешек жаханула эта рыба за самый краешек вот она это хорошая рыба то прям сегодняшняя мать смотрите друзья какая рыбеха классная фото на память фото на память да как только сюда прилез вот рыба их и хрена си ты туда вот это да вот это да тихо 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 сейчас отпущу да ты порвешь сейчас хлебала все сейчас я тебя отпущу блин вот он вот он какой ребят тихо ты вот он сидел там в корягах опять без поклевки просто сосал я просто почувствовал уже сопротивление рыбы потом когда он уже сидел на крючке то есть это не подсекал ничего блин а злодей и сегодня они все так клюют сегодня то обычно бывает они таки тюк 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 с такой дробью какой-то такой ребята я оборвал приманку все оборвал поводок груз приманку все полностью и время пол второго а мне надо идти до машины переодеваться ехать и в два в три где-то в три начале четвертого быть там на месте в деревне где молоко продают чтобы купить молоко и потом же домой пилить поэтому обрыв этот считаю концом рыбалки сегодняшний вот чтобы коротко подытожить сегодняшний выезд хочу сказать такое значит смотрите ну места обитания вода остыла и с одной стороны кажется что ну большой реки точно рыбу сложно найти вот маленькие такие водоемы как этот такие ереки у нас они называются лесные речки вот они конечно рыба в основном тусует самых глубоких местах это первое второе щука в относительно чистых береговых вот таких вот прогальчиках вот где нет растительности и такой более-менее бережок может быть греется как-то там может там вода на градус на полградуса теплее вот окунь по кустам и судак стоит на обровках все по классике с одной стороны с другой стороны имейте ввиду сегодня очень активная рыба сегодня был крутой клев я безмерно благодарен этому месту природе и всем оставшимся всем остальным силам которые помогли мне сегодня сюда попасть вот ребята чаще бываете на рыбалке не знаю будет в этом сезоне еще рыбалка или нет сезон то закончен по сути дела вот но я еще постараюсь вырывать деньки сегодня градусов 57 тепла довольно тепло для этого времени вот но тем не менее уже уже конец все самое главное не болейте подписывайтесь на нас ставьте лайк не хвостанье чешуи вам с вами был макс безра марио чао